Даже одна неделя простоя для Автоваза оказалось нелегкой. Руководство предприятия одним из первых обратилось к главе региона с просьбой в нерабочие дни все же запустить конвейер. Вопрос обсудили на заседании ежедневного оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса. Оно прошло в режиме видеоконференц-связи. Принимаю внимание проводимое в Автоваз мероприятие по предотвращению угроз распространения новой коронавирусной инфекции. И в целях сохранения рабочих мест просим вас рассмотреть вопрос о возобновлении работы АО «Автоваз», его дощерных зависимых обществ, а также поставщиков и дилеров на территории Самарской области. Просьбу поддержал и местный профсоюз. Автогигант говорит, готовы на различные проверки. Предпринимается достаточно мер, чтобы обеспечить безопасность крупнейшего трудового коллектива области. Просил бы вместе с руководством Автоваза такую возможность с ВМБА сегодня обсудить. И сегодня и завтра, конечно, было бы важно, чтобы коллеги выполнили эту работу. По поручению губернатора к проверкам подключится и региональный Минздрав. Ряд крупных предприятий, в том числе имеющих контракты по гособоронзаказу, также просят разрешить им работать, согласны и на усеченный режим. По указу президента России Владимира Путина областные власти могут самостоятельно решать, какие организации продолжат деятельность в официально нерабочие дни. В Самарской области только на обрабатывающих производствах занят 21% трудоспособного населения. Я думаю, что при согласовании всех этих вопросов с Роспотребнадзором можно было бы действительно многие предприятия сегодня запустить, тем более, что в основном это работа в цехах. Не хотелось бы, конечно, предприятия, чтобы дошли до тяжелых ситуаций. Поэтому мы присоединяемся, просим поддержать нас в этом моменте. Оперативный штаб подтвердил проект постановления правительства области. Он содержит перечень сфер деятельности. Предполагается, что подходящие под критерии организации получат право трудиться. Это предприятия, работающие в сферах сельского, лесного хозяйства и рыбоводства, добычи полезных ископаемых, предприятия, осуществляющие деятельность в сфере обрабатывающих производств, осуществляющие проектирование и строительство зданий и сооружений, ремонт автотранспортных средств, транспортировку и хранение грузов, деятельность в области информации и связи, страхования, социального обеспечения. Также в список вошли еще ряд сфер, но все это с оговорками. Минимальное количество сотрудников, дистанция между людьми не менее метра, строжайшее соблюдение санитарных норм и правил. Документ представлен на рассмотрение правительства Самарской области. Анна Ивахина, Алексей Вельмискин, Новости губернии. Субтитры создавал DimaTorzok